Доброе утро! В эфире новости культуры. Какие легенды хранят заброшенные здания края и о том, почему самая известная Мэри Поппин страны не сыграла в фильме «Зимняя вишня», расскажу в сегодняшней программе. В Сочи проходят гастроли Московского театра «Русский балет». Вот уже несколько десятков лет им управляет известный балетмейстер Вячеслав Гордеев. Постановки театра снискали славу по всему миру и за рубежом, но, по словам артистов, для россиян коллектив всегда готовит лишь самое лучшее. Так ли это, проверила Нина Руденко. «Русский балет» снова в Сочи. Прошлогодние гастроли, для которых труппу не видели в городе два десятка лет, собрали полные аншлаги. Он звучит, как русский балет, но вот парадокс. Коллектив больше выступает за рубежом. В Германии ему даже присвоили «Золотой билет». Там за одно турне спектакли собрали более ста тысяч человек. Воспитанники легендарного танцовщика и балетмейстера Вячеслава Гордеева уже более четверти века, что называется, держат марку. «Отношение к Сочи – это как раз-таки то, куда нужно отправить лучших. Я могу сказать, что вот сейчас часть труппы малым составом выступает в Бразилии. У них длительные гастроли, более полугода уже длятся. Для Сочи специально были забраны солисты, которые там гастролировали, и к нам приехали лучше». Одних только декораций в Сочи привезли несколько тонн. И почти каждый день их будут менять. В программе девять спектаклей. Первым представили «Лебединое озеро» – символ академического балета. В главных партиях Анна Щербакова и Дмитрий Катермин. На сцене они принцы-принцесса, в жизни друзья. «Даже был такой случай в Китае. Меня зрители ждали после спектакля на улице. И подходят, белый лебедь, так все замечательно, как бы, в своей восторге. Думаю, а где черный лебедь? Я говорю, да-ка, это я. Нет, это они, вы не верили, что это я могу быть». Гастроли в Сочи завершатся на следующей неделе. А это значит, что у поклонников этого изящного искусства будет возможность еще насладиться новыми постановками. Последняя танго по мотивам фильма «Бернардо Бертолуччи» и особенность этого сезона – спектакль для детей «Девушка и дракон». Нина Руденко, Александр Киреев, Кубань-24, Сочи. Когда-то они были символами целой эпохи. Заброшенные здания Краснодара, Новороссийска и Ейска. У каждого из них своя история и, быть может, даже своя легенда. Наш корреспондент Василий Широких попытался заглянуть в душу зданий, и вот, что они ему рассказали. Получилась небольшая художественная зарисовка. Как сломанные, одинокие души, забытые стихи великих, недослушанные и недопетые. Обрывками воспоминаний эхом нашептывают каждый свою мелодию времени. Тише год от года. Этот седвиш из своей эпохи. Король вечеринок в сутки с пара часов сна. Седой, в морщинах сейчас. Ни слова не вымолвит. Закрылся в своих мыслях. На море с высока небрежного взгляда бросает. Как ту молоденькую в легенду, которая растворилась в день своей свадьбы. Не простила измену и шагнула в пропасть в белом платье. Недалеко и он вслед отправится. Часа, видно, своего ждет. Или вовсе незаметно в прах превратится через сотню-другую, оставив новую легенду. Еще смотрит вдаль своими радужными. Облокотилась землю, обветренными губами уже не шепчет. Большое открытое сердце разбито. Слишком многих к себе впускало, так что и в плену оказалось однажды. А после них хоть потоп. Гостеприимство еще зиждется, да кто его распознает сквозь трещины. И не вымолвить, и тоску не выкричать. Два столетия здесь, на некогда лютеранской земле. Религии питалась, в колокол звонила. Сейчас чуждая, как и верою бывая. Стоит себе у ворот старости, смирилась со взглядами равнодушными. А эти совсем молодые вперед взор направили. Как капитан тонущего судна, гордо стоят на уходящем из-под ног пьедестале. Словно кричат столичным, таким же с ВДНХ, чтоб помнили. Но тем дела нет. Одни погибать остались на покосившемся каркасе. Забором отгородили, словно в деревянный ящик от глаз забили неприглядное. Иллюзию, что все хорошо, пытаются сохранить. Розовые очки, правда, с трещинами. Словно плечом, обвивающим одним на полову, только и держатся. Думают, как то, что синий и липко обмотан от тона века. Частью одного целого, общего, правда, незаметно, постепенно все же становится. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Собирая полные залы в Олимпийском и Кремлевском дворце. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Послушать любимые всеми песни группы Любе можно будет 4 августа в концертном зале «Фестивальный». И по традиции каждую пятницу мы продолжаем вас знакомить с лучшими картинами отечественного кинематографа. На этот раз это фильм Игоря Масленникова «Зимняя вишня». Мало кто знает, что главные роли Ольги и Вадима должны были играть Наталья Андрейченко и Сергей Шакуров. Но в то время у Андрейченко был роман с австрийским продюсером и режиссером Максимилианом Шеллом, и она в последний момент отказалась от роли, уехав в США. Тогда режиссер нашел ей замену Елену Сафонову. Сергей Шакуров тоже отказался от роли. Так в картине появился любимый многими Виталий Соломин. К товарищам по киноцеху неожиданно примкнул и оператор Юрий Векслер. Он тоже поначалу достаточно скептически отнесся к замене главной героини, заявив, что, цитата, «с Еленой Сафоновой трудно будет сделать качественный портрет». Но позже оказался очарован ею, так же, как, впрочем, и зритель. Итак, посмотреть еще раз эту лиричную картину можно будет сегодня в 21.30 на телеканале Кубань24. Такими были новости культуры. Увидимся в следующих выпусках программы. Хорошего вам дня и до встречи!